Белгородка Настя Курилова выиграла международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества на берегах Невы. Состязания молодых талантов собрали сильнейших участников из России и стран ближнего зарубежья. Настя победила сразу в четырех номинациях. С девочкой редкого таланта встретилась Наталья Рединская. Одним взглядом она держит весь здительный зал. Не просто играет, вживается в роль. Так не каждый маститый актер сумеет. Но для Насти Куриловой, кажется, нет невозможного. В три года завоевала гран-при регионального конкурса «Надежда». В пять выиграла международный конкурс-фестиваль «Преображение». Жюри тогда заявила – прямая дорога в театральный. В прошлом году из рук мэра Константина Полежаева Настя получила диплом «Открытие года». Сейчас девочки восемь. Взрослые педагоги, наблюдая за выступлениями, гадают, как удается ей понимать такие сложные произведения. Сразу же на первых занятиях она поразила меня тем, что настолько трудолюбивая, настолько средоточная и настолько творчески подходит к каждому выполнению упражнения. То есть она не, как говорится, машинально повторяет, она во всем находится в своей изюминке. Жила на свете яблоня. Она жила в диком лесу и скучала, ведь никто не навещал ее. Но однажды в этом лесу появился маленький мальчик. И жизнь яблоньки переменилась. Моноспектакль по мотивам притчи Шелла Сильверстейна «Щедрое дерево» Настя представила на недавнем конкурсе в Санкт-Петербурге. Итог – первое место в номинации «Театр». В этом спектакле заложен очень глубокий философский смысл «Отцы и дети». Там на тему материнская любовь, там про то, как мальчик менялся. То есть сначала он был мальчиком, потом он все, потом взрослым мужчиной, потом уже дедушкой, а потом совсем. Он состарился, а яблоня сначала была безмятежно, радостная, потом она с ожиданием мальчика все грустнеет и грустнеет, образ все грустнее и грустнее. И он учит тому, что нельзя все отбирать у матерей и почаще к ним приходить. На международном конкурсе в Санкт-Петербурге Настя Курилова выступала в четырех номинациях – инструментальное исполнительство, академический вокал, сценическое искусство, театры и везде победа. Пока я все не сыграю или не спою, я не прекращу работать. И в этом вся она. Учеба на отлично, академический вокал, фортепиано, плавание английский. Кроме того, Настя увлекается робототехникой, конструированием и мечтает в космос летать. Чем она старше становится, тем повышается ее ответственность за свои выступления в любой ее творческой направленности. И волнение, естественно, есть. Но она, знаете, она боец. Боец и трудяга. Большая трудяга, поэтому все силы она направляет на выступление, умеет концентрироваться перед выступлением. То есть за сценой она спокойная, уравновешенная, сдержанная. Как только софиты на нее попадают, она раскрывается, как цветочек. Сейчас Настя готовится к новым перевоплощениям. На кону несколько творческих баталий. Среди них международный конкурс молодых исполнителей «Белая лира». Он пройдет в декабре в областном центре. В конце января конкурс в Курске. Там юный талант представит моноспектакль. Всех секретов пока не раскрывают. Но копилку наград, а их уже более ста, нужно обновлять. Наталья Рединская, Евгений Северинов. К этому часу Белгород.